Иван Сапожников Нанять постоянного сотрудника или все-таки можно обратиться к специалисту из другой компании? Ну да, наша жизнь устроена так, что так или иначе она всегда проходит в поле гражданско-правовых отношений. И если вы ведете коммерческую деятельность, ваша цель – извлечение прибыли, стабильное и постоянное, то юридическое сопровождение вам просто необходимо. Не всегда есть возможность нанять специалиста себе в штат, либо содержать группу работников. Поэтому проще обратиться в стороннюю организацию, осуществляющую профессиональное сопровождение юридическое, и работать с ними. Ну и как такой юрист на постоянной основе, он же вроде как особо-то и не нужен в компании, да? Да, его надо обеспечить рабочим местом, надо отчислять за него налоги, вести различные отчетности. Не у каждой фирмы есть обороты, есть необходимость в ежедневном сопровождении. Тогда такой вопрос возникает. Человек, который находится вне компании, который, так сказать, не видит всех ее документов, не знает, чем она занимается. Чем юрист вот такой может помочь? Какие услуги оказывает? Да, собственно, все те же, что и штатный юрист, за исключением тем, что специалист, коммерсант, когда нанимает себе на работу специалиста, может нанять специалиста, к примеру, только в одной области права. Но, предположим, он нанимает классного арбитражника, специалиста по арбитражным процессам. Но в ходе осуществления своей деятельности у работодателя возникает, к примеру, трудовой спор с каким-то из своих работников. Его юрист в этой теме маленько плавает, чувствует себя неуверенно, дело проигрывается, предприниматель несет убытки репутационные, несет финансовые потери. И вот в этом случае выгоднее обращаться в стороннюю организацию, где заниматься будет им группа специалистов, каждый из которых специалист в своей области права. Ну, тогда возникает следующий вопрос. Как все-таки грамотно нанять грамотного специалиста и на что опираться при выборе? Ну, по сложившейся традиции и обычаям делового оборота, ну, в первую очередь по рекомендациям, либо опираясь на репутацию фирмы. Ну, то есть, все-таки, так сказать, сарафанное радио, оно работает даже и в Иркутске в том числе. Ну, а вот, зная мы, что вы все-таки работаете именно в юридической сфере, есть ли вот какие-то примеры, когда... Насколько вообще в Иркутске это актуальная тема, что компания обращается в стороннюю организацию за помощью юриста? Тема эта очень актуальна, и ввиду удаленности контрагентов по регионам, то есть, к примеру, фирма-застройщик Иркутска может работать с поставщиками, либо лицами, которые оказывают ей услуги из других регионов, то проще, вот, наверное, обращаться именно в стороннюю организацию, которая сама проведет процессы переговоров, договорную работу и представит в случае необходимости интересы клиентов судебных. Расстояние важно, вот, допустим, если фирма находится в одном городе, в юридическом центре, в другом, никаких проблем в этом выяснить не должно. А чаще всего обращаются вот по какому голову? Исполнение договорных обязательств. Это сотрудники, и поставка товара. Какие-то сторонние компании, с которыми были договоренности, и эти договоренности, к сожалению, нарушены. Да, зачастую бывает так. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, тогда всем заинтересовавшимся телезрителям, куда можно обращаться в Иркутске за помощью юриста? Я советую обращаться в Центр информационной безопасности. Мы расположены по адресу город Иркутск, улица Советская, 45, дробь 3. Наш телефон 7, 4, 9 и 2. А большой ли штат юристов в вашем центре? Да, у нас собраны юристы по каждой из областей права, причем каждый занимается только своей отраслью, начиная от юристов, кто ходит в процессы только по административным делам, заканчивая специалистов по уголовному праву. То есть, в принципе, человек, который занимается каким-то бизнесом, может вообще не беспокоиться, прийти. Есть какой-то человек, который ведет, допустим, конкретную организацию, уже потом распределяет дела по какому-то конкретному юристу? И в случае необходимости создается заседание, мозговой штурм проходит, все проблемы клиента решаются. Ну и чтобы уже окончательно убедить наших телезрителей в том, чтобы они выбрали именно Центр информационной безопасности, стаж сотрудников, на сколько он? От пяти лет, причем от пяти лет именно ведения самостоятельной практики, успешной самостоятельной практики. То есть профессионалы своего дела? Конечно. Отлично. Все с рекомендациями в том числе. Спасибо большое за то, что пришли. Друзья, Иван Сапожников, юрист, заместитель, начальник юридического отдела Центра информационной безопасности, был у нас в гостях. Если вдруг вы собираетесь открывать свой бизнес или компанию, а у нас сейчас в наше время, мне кажется, без этого вообще никак нельзя, то насчет юристов можете не беспокоиться и прямо сразу в Центр информационной безопасности. Спасибо большое за то, что пришли. Было очень интересно поговорить. Спасибо. Мы продолжаем нашу программу. Смотрим рубрику «Сегодня вечерком». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова